В поселке Солнечный Сургутского района построят блочно-модульную котельную до конца этого года. Ее мощности хватит на перспективу. В этом году в муниципалитете уделили особое внимание модернизации коммунальной инфраструктуры. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Новые котлы, насосы, оборудование для нагрева воды и другие комплектующие. Все это в поселок Солнечный Сургутского района доставлено из Свердловской области. Коммунальный объект готов на треть. Старое здание демонтировали, залили фундамент, подмодули и дымовую трубу. Площадь застройки почти 900 квадратных метров. Будет одно здание, которое создано из блок-модулей. Мощность котельной будет 49 мегаватт, которая впоследствии может нам обеспечить здание и помещение в поселке Солнечным горячей водой и отоплением. Как существующих, так и перспективных. Потребность новой котельной высокая. Прежнее оборудование в поселке работает на пределе своих возможностей. Слишком изношено за десятки лет эксплуатации. Все три котельные у нас 70-х годов ввода в эксплуатацию. То есть котельное оборудование двух котельных, первой и второй, изношено на 100%. Котельная номер три, она более-менее рабочая. Там износ порядка 40%, так как в 2017 году ввелся в эксплуатацию дополнительный котел. Но его недостаточно, чтобы закрыть нужды всего поселка. Нет запаса дополнительных мощностей для развития территории. Солнечное развивается в быстрых темпах. Строительство новых вводимых домов по переселению, программ переселения. Также социально значимые культурные объекты будут строиться на Солнечном в ближайшие год-два. Поэтому нужна котельная в этом случае особенно, потому что, чтобы не было перебоев с подачи водой с теплоснажением. Стоимость новой котельной более 700 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального, регионального и местного бюджетов. Коммунальный объект планируют ввести в эксплуатацию к концу года. Модернизация проходит и в других поселениях Сургутского района. В Нижнесартынском, Русскимской, Ультиагуни отремонтировали и заменили котлы. А в Федоровском запустили новые водоочистные сооружения, что позволило обеспечить более 20 тысяч жителей чистой водой. Светлана Круковская, Роман Трубин, Вести Югория, Сургутский район. Светлана Круковская, Роман Трубин.